Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Монархович. Нашу передачу мы сегодня ведем со стадиона «Юность». И в рамках тура чемпионата страны наша Славия Мозырь принимает Бобруйскую Белшину. Матч 23-го тура между командами Славия Мозырь и Белшины Бобруйск проходил в понедельник. И так как на стадионе «Юность» нет электрического освещения, то начался сей спортивный поединок в 16 часов 30 минут, дабы успеть провести игру при дневном свете. Условия для проведения матча были-то неплохие, но вот зрители, не все из желающих понаблюдать за игрой, смогли прийти на стадион «Юность» в силу занятости на работе. Впрочем, тысяча болельщиков все же игру посетила, и уже по традиции многие из них стали участником акции на матч в цветах команды. На этот раз красный свет стал цветом Славии Мозырь. Если в теплую пору года майка или другое верхнее одеяние выдавало в болельщики участника конкурса, то на этот раз красная куртка, пальто или кепка Шар Славии Мозырь стали тем пропуском, который позволял участвовать в конкурсе от мельницы вкуса. Правда, для некоторых болельщиков никакая осенняя погода не стала препятствием для пребывания на матче в майке, которая, естественно, была такого же света, как и у футболистов, поклонником которых является наш собеседник. Я считаю, что красные цвета в нашей команде все-таки ближе, и в этом плане это должно и помочь. Может, в какой-то степени с ним поломают психологию то, что последних неудачных игр. И я считаю, что наша команда все-таки сегодня победит и докажет, что мы не последние в этой строчке. Имел в виду Владимир Михайлович, что команда, его любимая Славия Мозырь, игрой, результатом докажет, что это команда. Одню дни не за турнир на таблице перенесла «Беларусьбанк» чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года среди команд высшей лиги. В светлые победные будущие команды верят и юные болельщики, в том числе и те, кто уже постигает азы футбола в секции. Я уже играю в футбол года четыре. Я очень часто, ну почти каждый раз прихожу на матч Славии Мозырь. Я занимаюсь у тренера Надыра Кулевича. И я верю, что Славия Мозырь будет побеждать. Тренер Артема – опытный специалист Надыр Кулевич и Смайлов. С первых шагов в футболе он учил ребятишек не только физическому совершенствованию, но и образовывал их в плане футбольной истории. Прививал любовь к главному клубу столицы Полесья – нашей Славии Мозырь. Как видим, ребята прониклись тем, что говорил им тренер, и даже на правах пусть юного, но уже футболиста, они рассуждают, за счет чего их любимая Славия Мозырь в предстоящем матче может обыграть своего оппонента. Я считаю, что Славия Мозырь может обыграть соперника за счет сильного нападения и защиты. Приятный сюрприз ждал болельщиков от футбольного клуба Славия Мозырь в виде маскота, орла, символа клуба, который получился с зрядной долей ностальгии. Ведь маскот, персонаж-талисман впервые в Беларуси появился в 2000 году именно здесь, на стадионе юности тогда, и сейчас это был Орел. Только нынешний Орел несколько изящнее, более совершенной формы, но по-прежнему это символ Славии Мозырь и надежда на то, что наш клуб вскоре взлетит над футбольной Белоруссией и направит свой полет в Европу, где Славия Мозырь будет играть матч еврокубковых турниров. Возможно, на Евроарене в форме Славии Мозырь будет выступать и кто-то из сегодняшних дублеров, которые отлично провели свой поединок против бобручан, одержа волевую победу со счетом 4-1. По два гола забили Глеб Шевченко, оба спинальца и Артем Галяк, что позволило в некоторой степени реабилитироваться за крупное поражение в прошедшем туре от дублеров футбольного клуба «Минск». «Отложил отпечаток не только прошлая игра. В целом, две последних игры на чемпионат Республики Белорусс среди дублевших составов сыграли неудачно. Плюс еще лицензия попала в промежутки. То есть, как бы сложно было лично самому пережить это. Очень тяжело довольно происходило это все. Ну, за счет работы, за счет каждодневных тренировок давление, скажем так, большого давления на ребят удалось чуть-чуть исправить. Но опять же, надо учитывать противника, уровень противника. Все-таки против нас с ФК «Минск» вышло 10 футболистов, которые работают с главной командой, которые каждый уже поучаствовал в самом составе в играх за главную команду. Ну, с дороги рассыпались. Ну, ничего, надо пережили это, будем двигаться дальше». После этой победы на счету дублеров Слави Мозри 18 очков. И она располагается на 14-м месте в турнире «Таблица Переинства». О ходе матча с Бобручанами мы попросили Игоря Анатольевича рассказать подробнее. «Здорово начали. Глеб Шевченко должен был забивать пару голов. Если бы это произошло в первые 5-7 минут, то я думаю, там бы было много голов. Очень много. Так же примерно, как что с нами сделал «Минск». Но, к сожалению, этого не произошло. Плюс на ровном месте пропустили стандарт. Сентрополя, безопасный штрафной. Семен Колыбенко с Ваней Лузеном, скажем так, безграмотно сыграли. Ну, плюс вратарь, конечно. Ну, а потом ребята переломили ход поединка. В целом провели добротный матч. Конечно, страдает немножко реализация. Но в целом, в целом молодцы. Радует Артем Голяк. Радует, радует. Очень радует. Скажем так, хотелось бы, чтобы у него все получилось. И покинул он в этом году уже дубль. Если Артем Голяк будет так же прогрессировать, он уже в следующем сезоне может пополнить основную команду «Славия Мозырь». Но, подчеркнем, для этого нужно неустанно трудиться и ни в коем случае не почивать на лаврах, что иногда случается с молодыми способными футболистами. Хочу пожелать ребятам, чтобы ни в коем случае не останавливались и не почитали на лаврах. Учитывая современную молодежь, скажем так, им надо поскорее забывать победы и двигаться дальше. Не обращать внимания, что было вчера, а смотреть только в завтрашний день. Завтрашний день мозырского футбола – это юношеские коллективы футбольного клуба «Славия Мозырь», которые сегодня играют в свои матчи со сверстниками, тоже в многоэтапных турнирах, подобных чем к коннату Республики Беларусь. Лицензионная команда уже сыграли 4 тура, лицензия проходит с переменным успехом, выиграем, проиграем, но только начало чемпионата, я думаю, что в дальнейшем мы и справимся, как бы есть на это предпосылки. Сегодня в Могилеве команда Вячеслава Федоровича выиграла 3-0 у Днепра Могилевского, старшая группа 99-го года продолжает, счет пока не издетен, будет позже знать. Результат, к сожалению, оказался неутешительным, наши ребята уступили, но не умаляя важности победных матчей, отметим, что главное все же для юношеских команд – рост мастерства. Их задачи следующие. Задача на данный момент перед командами лицензирования никаких не стоит, кроме дать игроков для дабурирующего состава, что и в принципе мы успешно выполняем. Но у главных профессиональных команд задачи непосредственно связаны с результатом. И в матче с Белшиной этого самого результата со стороны Слави Мозырь должны были добиваться капитан команды Николай Романюк, Игорь Мальцев, Олег Страханович, Игорь Костров, Владислав Борисенко, Ярослав Шкурков, Владислав Жук, Дмитрий Воробей, Евгений Кунцевич, Денис Ковалевский, Андрей Воронков. И на правах хозяев с первых минут Слави Мозырь начала атаковать. Но и Белшина, четко обороняясь, не забывала о контратаках, которые таили в себе угрозы для ворот нашего клуба. И все же болельщики надеялись, ждали, верили, что вот-вот их любимцы проведут долгожданный гол ворота соперника. Но время шло, а гола не было. Не было в исполнении Слави Мозырь. Получился в исполнении Бобруйской Белшины. И вышло это следующим образом. Вот сейчас мы видим, как развивалась атака Слави Мозырь. Кажется, развивалась, но бобруйчане перехватили мяч. Великолепная игра Джабраила Кадиева. Пас на Дмитрия Зиновича и то ли несогласованные защитные действия, то ли Денис Ковалевский находился уже на опорной ноге и не смог препятствовать этому мячу. Но гол счет 1-0 в пользу гостей Бобруйской Белшины. И здесь мы отметим как тактическую выучку футболистов Белшины, так и великолепную индивидуальную игру Джабраила Кадиева. И, конечно же, завершающая стадия в исполнении Дмитрия Зиновича 0-1. Этот гол несколько обескуражил как аудиторию политских болельщиков, так и самих футболистов Слави Мозырь в какой-то степени. Но как футболисты-профессионалы, они понимали, что время матча не то время, когда нужно долго досадовать о неудаче, нужно ее забыть и постараться для начала сравнять счет этого матча. Сие, к сожалению, не удавалось. И тренерский штаб Слави Мозырь даже произвел раннюю замену. На 41-й минуте Дмитрий Воробей уступил место на поле Александру Катлирову, но до перерыва счет не изменился. На табло стали все те же 0-1. Пока игроки переводили себя в порядок и получали наставления от наставников, мы обратили свое внимание на вручение призов, которые получали победители конкурсов, что стало добрая традицией домашних матчей Слави Мозырь. Символично, что уже не в первый раз пиццу от Мельницы Вкуса получила мама Глеба Шевченко, Татьяна Анатольевна. Ну что же, будем ждать, что и Глеб будет столь удачлив на поле, как его мама в конкурсах. Кстати, один из призов – кружка с символикой нашего клуба. И пусть с каждым глотком чая или кофе из этой чудной чаши удача приближается к нашему клубу, который может, должен побеждать. Да, я бы был только рад, если она будет побеждать. К сожалению, игра пока разочаровывает. Еще впереди второй тайм. Надеюсь, что Славия все-таки дожмет и выиграет. Честно говоря, нападение нашей команды разочаровывает, потому что из нападения никто не забивает. В основном забивает Ковалевский. Но будем верить в лучшее и надеемся, что Славия выиграет. Акции, розыгрыши призов. Насколько это интересно болельщикам? Приобщаются ли они в том числе и таким образом к Славии Мозырь? Нужны ли подобные мероприятия? Да, это достаточно интересно. Хожу с девушкой всегда на футбол. Видим, вот ВКонтакте вылаживают записи, что участвуются в конкурсах. Вот участвуем. Первый раз выиграли. Очень довольны. Приятно было на матче видеть представителей руководства отдела образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета, которые всей душой переживают за наших футболистов и желают им всего наилучшего. Футболистам же мы всегда желаем победы и только победы. Тем более, с учетом ситуации в турнирной таблице, каждый матч, каждое турнирное очко имеет на вес золота. Поэтому, конечно, с такими командами, как Белшина, особенно в том состоянии, в котором сейчас находится клуб из Бобруйска, мы надеемся и даже, наверное, имеем право требовать победу. Футбол, несомненно, стал уже социальным явлением, обельняющим сердца и создающим единую семью. Из тех же болельщиков Слави Мозырь – клуба «Наши надежды». Чистоит не только футбол, социальное явление, а, в принципе, и весь спорт. Можно рассматривать как социальное явление. Поэтому победа в любом виде спорта всегда оставляет позитив и мотивирует людей, горожан различного возраста на положительные эмоции, ну и, конечно, на хорошее настроение на рабочем месте. Для создания хорошего настроения своим болельщикам у Слави Мозырь был целый тайм, и с самого его начала полейские спортсмены старались как можно скорее сравнять счет. Но и Белшина дралась на каждом участке поля, и счет, несмотря на все усилия Слави Мозырь, не менялся. Наши тренеры в связи с этим решили усилить атаку, и на 59-й минуте матча полузащитник Игоря Кострова сменил нападающий Брун Алиминьичевский. Особых дивидендов это не принесло. Напротив, на 64-й минуте Белшина удвоила свое преимущество. Итак, штрафной удар. Исполняет Алексей Сквернюк. Великолепная передача. Просто бесподобная игра главой Кирилла Шрейтера, которого, кажется, даже руками старался удержать Андрей Воронков, но не удержал. Итак, еще раз. Пас Алексея Сквернюка. И результативный удар головой Кирилла Шрейтера. Образцовая игра, достойное подражание. Почти сразу же после гола состояла замена Олега Страхановича на Максима Павловца. Но ничто уже в этом матче не могло помочь Славе Мозырь заработать даже очко. В зачет турнира на таблице перенства. Скорее, даже Белшина могла еще больше увеличить собственное преимущество. Но, несмотря на оберие моментов, в последнюю четверть матча счет остался без изменений. 0-2. И Бобруйская Белшина сюрпризна, наверное, даже для самих себя. Увозят из нашего города победу. А также, как следствие, три очка. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить свою команду с первой победы. Нам она очень тяжело удалась. Мы знали, что у нашего соперника есть кадровые проблемы, конечно. Вот. И, соответственно, хотели сыграть позиции силы. Ну, наверное, победа, наверное, я не знаю, как сопернику. Они тоже в тяжелой ситуации. Конечно, им тоже нужны очки. Я думаю, что эта игра была за шесть очков. Не только для нас, но и для них, наверное, тоже. Потому что, знаете, не календарь. У них очень много игр с лидерами. Вот. И, слава Богу, что так получилось. Я не сказал бы, что игра какая-то с нашей стороны была очень хорошая. Но было очень много борьбы. Были моменты. Слава Богу, что мы забили свои моменты, использовали. И еще некоторые нет. Поэтому тут в каждой игре у нас как бы есть моменты. Мы их не используем. Но сегодня, ну, будем говорить так, наверное, нам победа эта больше нужна была. Мы забили и довели игру до победного конца. С этого матча началась дисквалификация Юрия Иосифовича Пунтуса. Ему осталось пропустить еще одну игру. И на пресс-конференции о Славе и Мозере перед журналистами выступал помощник Пунтуса Анатолий Евгеньевич Войцехович. Который только из уважения к пишущей братья и, наверное, большей степени регламенту, участвовал в этой обязательной послематчевой церемонии. Можно здесь комментировать? Уже все сами видели. Наверное, Бобруйску была эта игра нужнее, конечно, чем нам. Мужики вышли, бились от первой до последней минуты. А у нас ни класса, ни паса. Вот отсюда и результат. Один из журналистских вопросов был о причинах поражения Слави и Мозере. Не слабая ли физическая подготовка тому вину? По функциональной подготовке тут вроде бы проблем нет. Но психология, футболист, если хочешь побеждать, надо психологию, победителя ее надо вырабатывать. Ну, видите, значит мы не победители. Пока не победители. Пока. И тот же Анатолий Евгеньевич Войцехович, главный тренер нашей команды Юрий Иосифович Пунтус, другие члены тренерского, медицинского, административного штабов нашей команды помогут игрокам обрести веру в себя, найдут нужные слова. И этот злочастный спад закончится. Кстати, кроме матча в Мозере, 23-й тур вместил себя в следующие поединки. Слуцк, Гранит, 0-1. Ислач, Неман, 0-0. Динамо, Минск, Румкачи, 2-0. Торпеда, Белас, Минск, 0-0. Батэ, Нафтан, 4-1. Шахтер, Витебск, 1-0. И здесь отметим гол Дениса Лапсева, воспитанника мозорского футбола. И, наконец, в городе Динамо-Брест, 1-1. После этого турнир таблица выглядит следующим образом. Лидер и, наверное, обладатель золотых медалей Борисовский, Батэ, 57 очков. Далее плотная группа команд, которая борется за второе, третье, словом, за призовые места. Ну, середина. Как и говорят, золотая середина турнира таблицы первенства. И к этой середине мы отнесем нашу Славию Мозырь. 11 место и 27 очков. Очень хочется надеяться, что после следующего поединка мы уже не будем говорить о Славии Мозырь, как об одной из всех команд, которая борется за выживание высшей лиги. И, кстати, следующий. 24-й тур Славия проведет в Гродно. Матчем с местным Неманом на центральном стадионе. Начало встречи в 19.00. Кроме этого, 24-й тур вмещает в себя следующие поединки. 30 сентября Крумкачи-Слуцк. Днем позже, в первый день октября, Белшина-Бобруйс-Торпеды-Белас, Жодина-Гранит-Микошевич и Нафтан-Ново-Полоцк. И 2 октября Батыя-Борисов-Ислыч, Динамо-Брест-Шахтерс-Алигорс, Витебск, Динамо-Минц, Минск-Городея. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. К сожалению, Славия Мозырь вновь уступила. На этот раз в Бобруйской обелшине, но впереди еще несколько игр чемпионата, и мы верим. Мы надеемся в то, что наша команда докажет то, что она умеет играть в футбол, и умеет это делать неплохо. Надеемся и вы, уважаемые болельщики, не отвернетесь от клуба. Еще теснее сплотите свои ряды и поможете Славе и Мозырь, в том числе своей поддержкой на трибунах, побеждать. А с вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фиснер. До свидания.